Салам алейкум, друзья! С вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут. Это реакция на сериал Саке. Если вы смотрели реакцию на вторую серию, то поймёте, что сейчас мы чуть-чуть поболтаем по поводу второй серии. Вот. И знаете, что я хотел сказать? Сейчас. Вначале. То есть нет, давайте сначала вторую серию быстренько как-нибудь пробежимся. Что-то я не туда-куда-то нажал. Так. Классная была серия. И то, что в итоге МВД там сработали. И то, что нам показали про друзей. Ну, я говорил там, в принципе, когда смотрели эту серию. Тоже классный момент был там. Тоже, типа, сначала, ой, да и нужна будет работа, обращайтесь и так далее. Но в итоге они все слились. Вот, он забухал, конечно, но его назначили Акимом другого района. Как так произошло, я не понял. Вроде все от него отвернулись. Видимо, может, Акимату понравилось. А, кстати, вы знаете, в чем за мут может быть? Что его специально оттуда уволили, короче. Освободили место и устроили в другой район, чтобы он там порядок навел. Потому что он пришел, смотрит. У него там хоромы просто. В кабинете, своя комната, отдых и так далее. И избавиться надо было как раз вот от всех ненужных людей. Возможно, ну, в этом есть. Я сначала не понял, но сейчас как понял. Ну, просто нет. Это у меня такая теория. Возможно, это так. Забавный момент был с Канат Ага в тюрьме. Типа, да, 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 нет, нет, да, да. Ну, это что-то такое, короче. Ну, вы поняли. Забавная сцена была в этом. В кабинете. И очень меня вообще вынесло увольнение этой секретарши. Типа, ну, уволь как-нибудь ее помягче. Вот. Вы уволены. Это было очень круто. Реально просто. Я за вторую серию прям столько всяких разных эмоций испытал. Что вообще просто очень круто. Прям и поржалтика. И когда-то было неудобно. И прям немного противно. Но самая ужасная сцена. За что я прям возненавидел и полюбил сценаристов этого сериала. То, что они вот так вот взяли и просто убрали Канат Ага. Застрелили. Я был настолько в шоке. Я вообще не ожидал, если честно, такого момента. Мне казалось, ну, что нельзя вот так просто отпускать его. Нельзя. Ну, я не понимаю. Просто видим, может, кто-то есть выше и авторитетнее. Фиг знает. Ну, просто сам персонаж. Многие мне там писали, ты что такой чувствительный. Чувствительный или как там. Ну, короче. Просто потому, что я за первый сезон настолько полюбил этого персонажа. Хоть он и антагонист. Но просто он так круто его играет. Что прям вообще всегда, когда он появлялся, у меня улыбка. И я всегда его рад был видеть. И вот так вот просто фиг пойми кто. Ну, кто это такой вот вообще? Кто его вот застрелил? Фиг знает. Ну, то есть, ну, персонаж что новый? Откуда он взялся? Вообще непонятно. Короче. Это по второй серии. Теперь. Когда я выложил реакцию. Я, да вообще не раз говорил уже, в принципе. Я думаю, мои подписчики, ну, так не делают. Возможно, это залетные просто залетают и пишут всякие спойлеры. И да, я знаю уже такой поворот в третьей серии, что произойдет. Я уже в курсе. И поэтому я дико извиняюсь, ребят, вот те, кто смотрит мои реакции. Но вот есть такие уебки, которые, я не знаю почему, но вот им в кайф проспойлерить. Есть люди, которым, ну, вообще плевать. Ну, это им вернется, мне кажется. Я не знаю. Короче. Я не знаю, как с этим бороться. У меня уже мысль появилась то, что так же смотреть серию на YouTube и в этот же день выкладывать, типа, или на следующий день. Тогда, типа, ну, не будет таких спойлеров. И вам не обломается реакция. Я не знаю, если... Что скажете вы? Короче, пишите в комментариях по этому поводу. А я, я не знаю, я, возможно, что-нибудь придумаю. Ну, типа, по сути, я могу, ну, просто я сколько говорил, то, что я не хочу вперед создать или лезть, но так делают другие, типа. И вроде как бы, ну, ничего в этом такого нету. Но мне самому как-то стрёмно будет. Но, если вы не против, мы можем не ждать, типа, следующей недели и сразу смотреть и выкладывать. Другой вопрос, как скачивать отсюда видео, я не знаю. С YouTube. Ладно, давайте смотреть третью серию. Смотрим и удивляемся. Бас Продакшн. Соке, брат, вот честно, вот для меня ты являешься примером настоящего, правильного чиновника. Вот раньше я думал, что, чтобы подняться, надо, ну, сами понимаете, да? Но, глядя на тебя, я понял, что это не так. Ты систематично изменил просто всё. Поэтому давайте выпьем за нашего брата, за нашего революционера, за Акима Ултавского района, за саке. До дна. За саке. Революционерия подходит, вдруг люди не так помнят, грустно? Спасибо. Спасибо, что вы нашли время. Всё, отчитает. Просто когда мне в прошлый раз увольняли, что-то как-то у вас не получилось. А? Все эти шесть человек, которые сидели с тобой, это самые родные. Я помню, родная, помню. Конечно, я всё помню. Можно я теперь то скажу вам всем, да? С вашего позволения. Рахмед. Конечно, саке. Дорогие друзья, я хочу сказать спасибо вам за то, что вы нашли сегодня время для меня. За ваши искренние слова, за ваши пожелания, подарки, лицемерие. Ой, дюйма моя, блин. Извините, лицемерие здесь. Ну, хотя, как она есть. Просто недавно было вроде воскресенье, и вы не смогли прийти на моё день рождения. Ну, так совпало с моим увольнением. Ну, это чисто совпадение, я уверен. А сегодня вроде понедельник, рабочий день. Ну, несмотря на это, вы нашли время. Хотя у меня сегодня назначение. Ну, я тоже думаю, это чисто совпадение. Что я хотел вам сказать, друзья мои? Спасибо вам. А, Исааки, всё-таки умеете же вы укольчик ставить. Это разве укольчик, брат? Это не укольчик. Просто я чувствую эту вашу искреннюю дружбу, знаете. Все, все, да. О, как раз. Это вот я. Спасибо, Исааки. Нет, нет, друзья, я вам сейчас всё объясню. Просто, понимаете, у нас с Азаматом сейчас много работы. Район, так сказать, новый. Надо пахать и пахать. И чтоб вам скучно не было, чтоб у вас не было ощущения, что меня нету, здесь будет стоять за место меня этот плакат. Понимаете? Ну, что, как у меня, между вами, дружба у нас. Тоже ощущение же, как будто вас нету, понимаете? Поэтому все пожелания, слова, типа, сакеты, мощь, революционер, деньг, кема варберн, на кси этост. Понимаете? Всё, рахмет. Слава, надзор. Здорово тебе. Много ты на себя берёшь, Сая Саматович. Чё это было? Совсем оханил уже. После серии смотрим титры. Хочу посмотреть их отдельно, всё прям, посмотреть. Ну, заставки, заставки. Ну, начальник. Я же, что ты шумидаешь, я не знаю. Ну, всё. Точно никто не пропас? Да нет. Там Майдала. Только я и он. Сколько было выстрелов? Три. Три. Точного голова, папа. Вы же всё увидите. А когда плата будет? Плата? Сейчас, пару минут. Заказчик едет. Ты кушай, кушай. Ты кушай, кушай. А, спасибо. Да уж. Ты же... Три года, да? Три года, да? Под каной двигался. И как только у тебя рука поднялась, а? Да заебался я уже. Вечно пристаёт. Она умна. То девок надо, то кого-то грохнет. Перед всеми оскорбляет. Как будто мне тупой отомся. Я хотел нормальным делом делать. С нормальными ребятами. Кстати, можно там узнать, кто заказчик? Сейчас узнаешь. Тимка, Тимка. Конченый ты человек, а? А вот и заказчик. Приветствую, уважаемые. Чё? Шеф? Вот ваш кофе. О! Слушай! Может быть, всё-таки ты мне секретаршу найдёшь, а? Как-то неудобно, что рука покажет, где мне кофе приносит. Но я уже решил этот вопрос. Да, сегодня у вас будет новая секретарша. Молодец. Слушай, у меня сейчас собрание будет. Такое мини-собрание. Кутки группати называется. Знакомство с заместителями? Ну. Сейчас я буду слушать, как они будут хаять своего бывшего Акима. Что он беспонтовый, мы не такие, или не тема. Ну, как всегда. Да. Походу, везде так, да? Ну, в принципе, да. Все так делают. Ты тоже так делаешь? Дома приходишь, своей женой меня обсуждаешь, когда с Чапаевского района уволили. Ну, давай, ладно. Стояться, Матвич. У меня воспитание другое. Да и времени нет на это. Ладно, я тогда поеду. У меня встреча с подрядчиками. Там вообще беспредел творится. Надо под контроль взять. Азико, Азико, ну, что ты сразу... Не успели работать, а ты уже начинаешь там жить на воде. Ну, не надо, ну. Мне кажется, так неправильно делать. А? Ну, что делать? Ну, что делать? Ну, например, с заместителями своими знакомиться не хочешь? А я уже знаком с ними. Нифига ты шустрый. Слушай, а ты за спиной там ничего не вычешь? Савет Саматович, вы за счет меня не переживайте. Вам нужно с другими аккуратнее быть. Вот теперь у вас ой-ой-ой, сколько врагов появится. Да это то, куда я сахтасан. Почему у меня враги должны появиться, е-мое? Ну, что ты, блин, своим языком тоже? Мне уже нечего бояться, Азамат. Мне пофиг. Я не тот Савет Саматович с Чапаевского района. Я другой. А? У-у-у! Вот. Понимаешь? Ну, все равно. Савет Саматович. Береженного Бог бережет. Иди вон своим этим подрядчикам жуть нагоняйся. Иди здесь мне что-то. Ладно, я поехал. Поехал. И такой дыр-дыр. И в себя еще не пришел. Классный дуэт. Вот все. Ну, все, все, все. Хватит так рассматривать. Чего ты так рассматриваешь? Давай. Сейчас твоя психика не выдержит. Расшатанная. Все, доволен? Отомстил? Сука. У меня из-за этого старого мудака столько проблем было. Причем я не при делах вообще. Ну, еще. Сейчас ни его, ни проблем. Чего? С одной пулей его завалил? Да, нормально все. А сам как? Как тебя выпустили? По домашнему аресту? Ничего. Да, не, не, ни хрена. Так отпустили. На мне же ничего не было. Дело сломали. Все вертики талка делала. Поэтому он и сидит. Ну, один хер меня, блядь, с голой жопой оставили. Все забрали, суки. Так пару заначек осталось. А что, Тауна, как он? Держится? Ага. Я б на тебя посмотрел, как ты б держался, если б тебя запетушили. Что за... Ну, нахуй. Да ладно. Он это заслужил. И теперь надо дальше двигаться. Все остальные дела порешать. Да, Арман, да. Такой вроде бы тихоня был. Тихо, а мамути, черзи водятся, да? А теперь все, успокоился? Канату отомстил. Канату, да, отомстил. Ну, есть еще один человек, с которым у меня нерешенное дело есть. Кто? Саяц Аматович, познакомьтесь, это заместитель по благоустройству Мирас Косымович. Можно просто Мирас? А это Жалгаз Бахтярович, он заместитель по социальному и экономическому развитию. Ну, ничего себе. Целый зам. Сколько лет? 27. 27. Молодой такой, а уже зам. Прям перспективный. Ясно? Ну, меня вы знаете, как зовут? Ну, что про себя рассказывать? Только могу одно сказать, что не будет здесь теперь, как раньше. Все будет по-другому. Ну, вы знаете, что я работал раньше в Чапаевском районе. Вы, наверное, слышали, как я там работал. Да, да, вы... Таким, мы восхищаемся вами. Мирас Косымович полностью ошкому. А, да, так ты. Мирас Косымович так же. А, да? А, значит, будет. Дай голос. Юрсадия, поехали. Нет, теперь я понял, почему ты сразу замом стал. Перспективный мальчик. Молодец. Ладно, ребят, это все мелочи, конечно. Это что, Верту, что ли, у тебя? А, нет, это копия. Копия? Ну, давай больше копия не приноси сюда, хорошо? Хорошо. Так, ребят, еще мы, так сказать, толпой с коллективом соберемся и нормально еще поговорим. Так, теперь давайте по делу. А, все поняли, Савет Заматович. Единственное, я хотел спросить, а Замат Ирланович, почему-то его нету? Ну, во-первых, этот у Бастов, а во-вторых, он отрабатывает с предпринимателями и с подрядчиками. Ага, ну, я так думаю, у них проблем не должно быть. Мы туда съездили, отработали, по идее, все нормально. Ну, сейчас как раз сходят и посмотрят, как вы там все отработали. А тут у нас бассейн. Даже бассейн есть? Да, конечно, Замат Ирланович. У нас даже спорткомплекс по всем стандартам отвечает. Мировым стандартам. Это хорошо. Но это же только по картинкам так. А по факту? А по факту вот что. Вы что думаете? Красивые картинки поставили все, что ли? Или вы весь бюджет потратили на презентацию? Я вашу смету изучил. Я знаю, что вы работали и строили объект 70 на 30. 70 процентов вам выделило государство, а 30 ваши, правильно? Да. Но я вот сейчас смотрю, такое ощущение, как будто вы потратили только 5 процентов. А остальные деньги оставили себе. Нет, ну, как полагается, весь бюджет освоили. Это понятно. Я даже примерно знаю, куда вы освоили. На свои дома, квартиры, машины. Короче, сделаешь так, чтобы объект соответствовал вашей презентации. Тебе ясно? Да. Работает. Шеф, что это было? Да это новое начальство. Доставим, блин, уже. Каждый 5 лет мы вакинем. Каждый пытается по-своему бабку пилить. Что будем делать? Короче, снимай бабку с депозита. Будем решать по-другому. Напрямую, с Акимовым районом. Давай. Слышь, Ирмек, ты что мне в мозги пудришь, а? На хрена мне эти бумажки? Когда вот результат стоит перед глазами. Я не пойму, вы что творите, а? У вас с предыдущим руководством какой был уговор? Уговор был такой. Государство нам выделяет земли, и мы строим эту школу за собственные средства. Вот. Но перед этим вам предоставили три крупных тендера. А вы взамен должны были построить эту школу. Правильно? Да. Правильно. И, Сарик, не надо строить из себя святого. Ты же за свои деньги никогда бы не построил нормальную школу. А, Закия, как не построили? Вот же. Ага, вот же. Я сказал нормальную, а не такую. Я на сто процентов уверен, что вы из своих детей в такую школу не отправили бы учиться. Он бы отправил. Он бы отправил. Ты понимаешь, что у тебя в здании крыша течет? Смотри, чтобы у себя не потекла. Все, Сарик, лафа закончилась. Теперь сама Кимрайона и лично я будем контролировать таких, как ты. Ты меня понял? Понял. Все, работай. Приняк, как бы не досталось мужикам-то. Это что? Типа барит за справедливость. Не знаю, что за борец, но нас душит явно собирается. Ладно, через район на Кимричин. Они все поначалу такие. Саэд Самадыч, у нас-то там, конечно, есть вот эти вот всякие нюансы, проблемы, косяки. ну, благодаря вам-то мы это все решим же, Саэд Самадыч, вы же понимаете. Ну, вот эти вот тендера, да, тендер дует... Саэд Самадыч, куда я кашу курсу кельгенеңізге? Бьюрса келесапта, плайтамак перенетым, сон кесенгшим. Саэд Самадыч, я на самом деле очень рад, что вы с нами, благодаря вашему профессионализму, благодаря вам, я думаю, что мы... Так, ребят, подождите, остановитесь. Спасибо. Секундочку. Давайте. Все, ребят, ребят, остановитесь. Я вас понял. Вот там. Слушайте, я вас услышал. Ну, вы прям удивили. Вы такие молодцы все. Красавцы. Вам каждому надо орден хрумель дать. А что? Вся страна получал. Каждый второй получал. Почему ее нет, да? Спасибо. Но потом. Остальные все вопросы вы решите с Азамат Ирлановичем. Хорошо? А теперь идите, работайте. Хорошо. Все, хорошо. Спасибо большое. Азамат. Алло, Азамат. Как дела у тебя? Нормально, шеф. Да, я как раз с подрядчиками стою. Все, понял. Позже перезвоню. Асфальт кем десан? Рахмет, блядь. Не спорю, асфальт хороший. Но тут же брюшатка должна была быть. Где она? Ну как, тут? А все вижу. Вон она же стоит. Брюшатка 570. Мы просто подумали... Что вы подумали? Как деньги заработать? Иртин, Аким Гальганди, ты так же буксовать будешь? Не, ну Аким, наверное, сюда не будет приезжать. А я сделаю так, чтобы он именно сюда приехал. Чтобы через два дня тут была брюшатка. Сам лично приеду и проверю. Подождите, а что вы у нас проверяете? Это же не в вашей компетенции. Да, это не в моей компетенции. Но я напишу жалобу в управление и лично Акиму города. Как вам такой расклад? И не забывайте, мы отвечаем за все, что находится в нашем районе. Все, работаем. А так, асфальт, че это с нами? Да, бля, кино игра. Пойдем. Комната отдыха. Здравствуйте, Саец Саматович. Ты что, дура, что ли, ела? Ты пугаешь меня. Извините, Саец Саматович, Азамат Ерванович сказал, что вы меня снова на работах. Ну, это не значит, что ты в мою комнату должна заходить. Ну, вот это теперь наша комната. Наша комната. А если я голым был бы? Саец Саматович, я вас как будто голым не видела. Когда ты меня видела голым? Ну, когда вы пили, как свинья. Э, не называй меня свиньей, поняла? Угу. Саец Саматович, вы не скучали, да? Ни хрена не скучал. Ты куда пропала-то? Ну, меня звали на работу. В сандук казана меня звали. Я отказалась. В казатом тромб меня звали. Тромб. Еще тебя в ГДЖН ее назвали. Конечно. Ты слушай, врать научись, господи. Все, давай, работы много у нас. Угу. Саец Саматович, мы со всем справимся. Вместе. Конечно, конечно. Чай, кофе, что, проблемы, что ли, принести? Угу. Давай, и здесь все полностью убери, очисти, и в конце здесь технично дальше. Катинчик попробуй. Хорошо. Лазад вернулась. М-м-м-м-к. Вот про это мне и сказали. Мне кажется... Мне кажется... Лей. Ёп! Ты гдыг, а! Басталды! Садится матыш, а что это? Я вот только хотел сказать... Я вот только хотел сказать... Он же, ну, зашел в кабинет, тогда проверял свой кабинет. Но комнату отдыха-то он не проверил. Блин, как круто все. Так. Что-то я наебался, походу. Со спойлером-то. Ничего такого не увидел здесь. И следующей серии еще нет. Видимо, там просто догадку написали. Так, ладно. Очень круто начинается серия с того... С этого собрания за столом. То, что они там все... Революционером его называют и так далее. Но что-то мне кажется, он так врагов-то наживет. Так. Смотрим за ставочку. Просто, мало ли, вдруг там какие-то детали. А, пауза нажимается. Нет, вообще тут сегодня у нас. Так, бабки. И вот этот тип... Кто такой вообще на фотке? Не понял я. Пока его не видели, походу, да? Просто, ну... Мне кажется, тут дела какие-то... Этот... Господи, а YouTube ужасный плеер. И кто это за столом сидит? Че за лица? Вот. У меня вообще было ощущение, что тут вот Хана Тагаси есть. Вот че это за лица? А, ну так это его помощники как раз таки. Вот я сейчас понял, кто это такие. Ну вот эти... Кто это? Короче, какие-то важные люди, наверное. Куча людей. Какие-то серьезные дядьки. Ну вот это че за тип? Это не он с Арманом болтал? И этот жук там тоже есть. А он, интересно, появится еще тушит сигарету об Азамата. Ну, по сути, ничего такого в этой... Ну, то есть... Информация не так... Но красиво-красиво. Короче, момент, когда вот этот... Убийца, так скажем, говорил всякие вещи об Канате. О Канате. Про Канат Ага. Как он его достал и так далее. В этот момент мне казалось, что зайдет Канат Ага. Я думал, ну вот сейчас он зайдет. И дальше, типа, я логику, ну, не простраивал. Типа, че, зачем он заказал сам себя? И так далее. И я поэтому удивился, что зашел Арман. Я вообще просто... Что? Серьезно? What the fuck? Короче. Вот. Ну, было бы круто. Было бы круто. Если все-таки... Канат не умер. Я надеюсь, что... Да хотя, блин. Там уж и кровь была аж на асфальте. Так. Вечеринку по лизанию не в жопу. Это, конечно, все круто. Классные. Классные диалоги у Саята и Азамата. Обожаю этих двоих. Очень круто. Прям всегда кайфово их слушать. Кабинет топовый. Кабинет топовый. Я уже все сказал. Арманчик, конечно. Жесть, какую информацию. А, что вот этот за мужик? Я что-то не помню его, конечно. Но его, наверное, не было в первом сезоне. Деньги этому убийцу-то дали или нет. Вообще тоже, как бы, что они там свои дела болтают. Этот сидит, как бы, ждет, наверное, типа, что мне оплата-то будет? Нет. Вот. Забавная сцена с помощниками. Про книгу. Ну, это вообще прям, ну, просто, come on. То, что Азамат начал ездить по объектам, проверять и так далее. Сразу отсылает тоже на первый сезон. Когда он ездил, там, проверял всяких подрядчиков. То, что у них нифига не выполнено. Тоже забавно, приятно было все это видеть. Хорошо асфальт положили, но где брусчатка? Все очень круто, да. Короче. Напомнили нам весь первый сезон. Саят, конечно, красавчик. Может позволить, кстати, себе и AirPods. Причем нового поколения. Вроде, да. Сейчас уже не обратил внимания. Ну, да, вроде. Пу-пу-пу. И что у нас? Чем закончилась эта серия? А, да. Лязя отвернулась с ума сойти. Какое появление. Жесть просто. Я аж сам испугался. И, блин, как круто, то, что она уронила в итоге вазу. И уронила важную, нужную вазу. Потому что, что там? Там микрофон. И я об этом, конечно, чуть-чуть раньше догадался. Ну, когда он зашел в эту комнату, в принципе. Сразу почему-то мысль такая. Типа, йоу. А что ты микрофон тут не проверял, по-моему? Вот. Короче, классная серия. Интересно, как сейчас будет вести себя Саят Саматович. Зная то, что за ним следят. Ну, кстати, если они... Ну, они, мне кажется, поняли. Все-таки ваза разбилась. У них там, наверное, уши отвалились. Вообще кровь из ушей, наверное, пошла. Фиг знает. Че, я не знаю даже, что делать. По сути, мне никто ничего не спойернул. Как вам серия? Как вам реакция? Пишите в комментариях, что вообще хотите. Нет, чтобы я выкладывал реакцию на серию. Типа, как можно быстрее. Но я не знаю, как скачать с этого сайтюба. И вообще, мне не очень нравится плеер. Тут еще и реклама тут есть. А у меня на ютюбе премиум подписка. И вообще ничего не канифолит мне. Ну, реклама это не так страшно, конечно. Короче. Как вам? Пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр, за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Check it out.